Доброе утро, уважаемые трейдеры! Поэтому, уверен, мы ничего, собственно, не потеряли во времени. Также, раз уж начали с таких ремарочек вступительных, хочу отметить, что помимо, собственно, онлайн-мещания, которые проходят в ежедневном формате в 9.30 по московскому времени, есть еще и канал на YouTube, который является также довольно востребованным каналом коммуникации и знакомства со всем контентом, который генерируется вот аналитическим департаментом компании Amarkets. Поэтому, если есть, скажем, недостаток какой-то информации, вы можете обязательно подписаться на этот канал и быть в курсе всех новых видеоматериалов, посмотреть там по секциям, что вам интересно. Ну и те же самые брифинги, которые мы записываем каждый день, их можно пересматривать, и, конечно же, их можно просматривать уже после записи, если нет возможности, собственно, присоединиться в прямом эфире. Друзья, давайте теперь взглянем, что же интересного произошло за последний день. В частности, особо далеко мы не ушли по сравнению с теми уровнями, о которых мы говорили день ранее. То есть, в рамках прошлого брифинга, собственно, евро-доллар у нас добирался буквально на азиатской сессии текущих торгов до отметки 1.2328, сейчас скорректировался и, в принципе, находится на тех же самых уровнях, где и вчера 1.2264. У фунта тоже были локальные максимумы, экстреммы, это, разумеется, на лапу, скажем так, покупателям и быкам, которые хотят выжать из британца еще больше и затащить его, возможно, даже до уровня 1.4, шансы на это, друзья, есть. И когда мы будем обсуждать с вами то, что произошло по фунту, вы поймете, что фундаментальный фон улучшается и улучшается для этого актива. Доллар японская и иена 110.65, вчера мы были повыше, появились надежды на быстрое восстановление доллара, но так же быстро, как доллар иена добралась до отметки 111, мы снова увидели активные распродажи. Доллар канадец сегодня, безусловно, в центре внимания, потому что мы сегодня будем иметь возможность посмотреть за политикой Банка Канады в контексте конкретных решений, потому что сегодня канадский регулятор заседает и сегодня будут приниматься решения о процентных ставках. Ну, об этом мы также поговорим. Ну и невзянка, друзья, наконец-таки сломлен вот этот обычный тренд неиссякаемого источника, который привел к тому, что мы наблюдали трус на протяжении четырех недель подряд. Да, еще не вечер, эта неделя тоже может оказаться восстановительной для котировок, но хочется верить в то, что медведи уже устали сидеть в засаде, и наконец-таки примкнули своими депозитами и своими спиклютивными интересами к тому, что происходит на рынке улеводородов. Это справедливо и для Brent, и для WTI, мы сейчас наблюдаем коррекцию. Конкретные уровни могли измениться, я сейчас не буду привязываться, но то, что мы опустились ниже поддержки 70 долларов за баррель, она стала теперь сопротивлением, и вот-вот котировки будут уже тестировать поддержку ниш лежащую, это 69 долларов за баррель. Из новостного фона, друзья, в целом то, что и раньше мы с вами закладывали в качестве аргументов для потенциальной коррекции, все это справедливо. И самое важное сейчас, на что стоит делать акцент, так это на всегда американскую статистику. Собственно, завтра у нас официальные данные от администрации аналитической информации по запасам и объему добычи. Ждем, что производство нефти в очередной раз выросло и отчасти нейтрализовало тот серьезный спад, который мы наблюдали неделю назад. На этот отчет делается колоссальная ставка, потому что сейчас, отталкиваясь по ожиданиям еще и от релизов Baker Hughes, по количеству терминалов, вы помните, их число увеличилось на 10 единиц. Ну, согласитесь, логично поставить на то, что и объемы добычи тоже могли подрасти. Штаты совершенно очевидно будут продолжать использовать все преимущества, которые у них есть сейчас, с учетом крайне высоких цен на нефть, с учетом все еще существенного контраста и спреда в показателях стоимости инструментов между, скажем, контрактом WTI и коллегой, скажем, европейским брендом. И, соответственно, эти преимущества могут использоваться в ключе еще большего экспорта. Для того, чтобы больше экспортировать, нужно больше 2 власти. Планы серьезные, амбициозные, 10,2-10,3 миллиона до конца этого года, хотя, возможно, увидим даже цифру и повыше. И возможность добраться до планки в 11 миллионов уже в следующем году. Вот из интересного, друзья, по нефтянке, что произошло за пошлашую торговую сессию, это прогноз на будущий месяц от администрации электрической информации, сколько нефти будет добываться. И мы сейчас вошли уже в 2018 год, собственно, с таким же оптимистичным настроем американских производителей, то, что на крупнейших месторождениях производство нефти будет только увеличиваться, и в феврале мы ждем еще плюс 111 тысяч, только на сланцевую. Сланцевое производство будет приходиться уже 6,55 миллионов. Ждем, соответственно, перенасыщение, ну, пусть не в таком формате, как когда-то, чуть больше года назад, но все равно ждем более избыточного предложения, ждем, что на рынке начнут постепенно отсказываться от своих обязательств по соблюдению договоренностей представителей электрического пакта, потому что цель они, в принципе, выполнили, высокие цены уже на наших мониторах, и я думаю, что на такие котировки они даже и не могли ориентироваться, и вот так вот получилось, что цены затрали до таких, на мой взгляд, абсолютно фундаментально неоправданных значений. Идет коррекция, будем надеяться, что впереди у нас неповторный ТС-70, а последовательно постепенное смещение в район 65, и потом уже ниже. Но для того, чтобы этот сценарий, собственно, сработал, нам нужно обрастать большим количеством факторов новостных поддержки, и первый из них может появиться уже, собственно, завтра, когда выйдет статистика по запасам и объему добычи нефти в США. 56,45 котировки рубля на текущий момент. Думаю, что при закрытии и сегодня нефтянки в красной зоне рубль будет котироваться уже в районе 57. Доллар японская иена. Здесь в целом ситуация также не меняется. Сегодня, кстати, у нас на повестке, помимо очень важного отчета по еврозоне и решения Банка Канады, будет еще и статистика по промышленному производству. Это отчет, который может оказать определенную поддержку доллару. Но для того, чтобы эта поддержка все-таки была отыграна американцам, нужно, чтобы и индекс доллара подрос, и доходности казначейских облигаций снова отошли от минимальных уровней. Индекс пока никак не может выбраться с трехлетних минимумов. Хотя на рынке есть сейчас позиция, что произойдет это только ближе к концу недели. То есть к 19 января, поскольку в этот день будут обсуждать уже и принимать решения американские законодатели о продлении финансирования правительства. Я думаю, что решение, конечно же, будет, потому что в противном случае вы понимаете, каким последствиям это может привести. Прецеденты уже были при Обаме, по-моему, 12-й год. Тогда, конечно же, это произошло самый настоящий форс-мажор. Полагаю, что научным опытом уже повторять подобную картину никто не захочет. И решение будет, соответственно, у доллара впереди фактор поддержки. Снова напоминаю, друзья, то, что я, наверное, один из действительно преданнейших сейчас покупателей данного валютного инструмента, потому что считаю, что есть на рынке по-прежнему достаточно тех мощных оснований, которые еще не отыграны, начиная от политики ФРС по продолжению ужесточения режима монетарного и заканчивая налоговую реформу. Но, согласитесь, долго мы ее ждали, и практически ни одного процента доллара не смог прибавить после того, как Трамп подписался под этим документом. Что-то должно произойти в ближайшее время, настроения должны измениться, потому что начало этого года абсолютно парадоксально. И проводя параллели с началом года 2017, тоже как-то уже ссылался на это, можно делать выводы о том, что в случае повторения истории настроение изменится, и тренды приобретут совершенно другой окрас. То есть, продавая доллар в начале года, мы сможем оказаться гораздо выше под его завершение. Ну, может быть, это тоже такой сценарий, подтянутый за уши, друзья. Ну, по крайней мере, я вижу условия для роста доллара. По доллару японской, я не сказал, на что мы ориентируемся. И лично я смотрю то, что данный дуэт активов будет стремиться все-таки не ниже 110, а снова в район 113-114, где мы наблюдали его некоторое время назад. Британская валюта крайне удачно открыла этот год. Мы разбирали, собственно, поведение фунта еще в контексте торговой сессии пятницы, когда был показан, по-моему, самый существенный рост за последние 4 месяца. А сейчас фунт торгуется уже на отметке 1.38, локальный максимум был на уровне 1.38-1.35. Да и сам факт обрабоя сопротивления 1.38 уже доказывает то, что британец мог добраться до тех значений, на которых он не был со времен Брэкзита. То есть больше нескольких лет ему понадобилось, чтобы вернуться к этому рубежу. И будем надеяться, что на этом фунт не остановится, потому что ему также есть на чем расти. Напомню, что в пятницу на рынке появились сообщения о том, что, в частности, Нидерланды и Испании готовы продлить торговые соглашения с Англией. Потом, правда, эти соглашения, точнее, эти комментарии были опровергнуты, но инвесторы уже получили достаточный заряд бодрости и стали рассчитывать на то, что участники переговорческого процесса Европейский Союз и Англия в конце этого месяца, собравшись, скажем, в очередной раз за столы переговоров, уже будут более уступчивы, будут более компромиссны в плане решений и, соответственно, будут идти на, скажем, принимать те решения, которые устраивали бы всех, минимизируя негативные последствия для обоих участников переговоров, если снова ситуация зайдет в тупик. То есть здесь ключевое слово прагматизма, о котором мы также уже говорили. Будем надеяться, что у политиков, которые отвечают за дорожную карту по Брэзиту, точно такое же, собственно, убеждение в том, что в самом подходе этих переговоров нужно что-то менять, и эти изменения произойдут. Еще мы ориентировались на показатели инфляции. Вчера индекс потребительских цен крайне важен для Англии, возможно, даже важнее сейчас локально, чем для других регуляторов. Почему? Потому что в данном случае мы видим существенное превосхождение показателям целевых ориентиров. Цель, так же, как и у других разных, 2%. 3% отчета, который указал на уровень инфляции в рамках прошлого месяца. Прогнозы были чуть повыше, возможно, именно по этой причине фунт не вырос серьезнее, чем мог бы быть в месячном выражении, кстати, роста более заметный на 0,4%, становиться на 0,3%. В любом случае, друзья, я считаю то, что высокая инфляция – это повод нам дальше спекулировать с вами на важности сохранения жесткого вектора политики, на важности, возможно, дополнительных решений о росте процентных ставок, а ужесточение политики – это позитивные моменты для национальной валюты, для фунта. То есть будем искать поддержку для дальнейшего роста в статистике, будем искать поддержку для дальнейшего роста британца и в более теплом диалоге, посвященному процессу Brexit. Поэтому цель, как и раньше, для тех трейдеров, которые продолжают рисковать, не ожидая, может быть, не опасаясь никаких откатов, для трейдеров, которые ждут уровень 1,4, друзья, вы все правильно делаете. Евро против доллара. Сегодня тоже на азиатской сессии был достигнут даже повторенный результат начала этой недели, но не то, чтобы так же высоко добрались, но все равно 1,2328. Соответственно, сейчас цены уже ниже, европейская валюта откатывает, и мы понимаем, что сейчас рынок работает с новым барьером. Этим барьером является отметка 1,23. Оптимизм на рынке евро сохраняется все-таки как резонанс последних протоколов заседания Европейского Центрального Банка, где многие высмотрели намек на готовность европейского регулятора отказаться от действующих уже более трех лет экономических стимулов. Ралли, которое было подстегнуто накануне, было вызвано комментариями Хансона, который позволил себе обозначить даже конкретные сроки, то, что программа количественного смягчения может быть свернуто уже в сентябре, но была сделана очень важная ремарка. Программа количественного смягчения Европейский Центральный Банк откажется только в том случае, если им удастся достигнуть целевых показателей по инфляции и показать еще более внушительные результаты по экономическому восстановлению. В качестве противовеса хочу отметить, может быть, так же, как противовес и стал причиной даже разворота по евро. Комментарии Уайдмана это главный, по сути, критик программы количественного смягчения. Он обозначил позицию, которую, на мой взгляд, мы с которой работали, в принципе, уже давно. То, что даже если Европейский Центральный Банк свернет программу количественного смягчения, на повышение процентных оставок потребуется много времени. И если их будут повышать, то не раньше, чем через полгода после этого. Это серьезный звоночек и сигнал для тех, кто рассчитывает дождаться ужесточения политики уже до конца этого года, друзья. Не будет никакого ужесточения, поэтому, как только Европейский Центральный Банк все-таки осознает то, что настолько дорогая валюта, это хуже, чем более дешевая евро, мы сможем увидеть и конкретные, однонаправленные формировки от высокопоставленных чиновников Европейского Центрального Банка, которые будут удерживать пару евро-доллар ниже уровня 1.20. Но сперва нам, конечно же, нужно оказаться рядом с этим значением и спуститься со столь критичных уровней. Сегодня в 13.00 будут публикованы данные по индексу потребительских цен еврозоны. Напоминаю, что именно инфляция является крайне важным индикатором для Европейского Центрального Банка касательно любых изменений, происходящих в монетарной политике. Если мы сегодня увидим, что индекс потребительских цен снова снизился и уж если просядет базовое значение инфляции, то тогда европейская валюта должна потерять не меньше полсотни пунктов, поскольку низкие значения подтвердят, что прежняя реакция на протоколы со стороны трейдеров, которые стали активно покупать евро, была крайне чрезмерной и ошибочной. Мы вчера окрестили это понятие как ловушка покупателей, и в эту ловушку они, собственно, реально могут попасть уже на сегодня. Доллар-канадец, друзья, пожалуй, на канадца сегодня стоит обратить большее внимание, чем на наш с вами любимый доллар и евро, потому что Банк Канады, принимая решения по процентным ставкам, провоцирует обычно чудовищную волатильность, и эта волатильность даже не укладывается в диапазон движения одной фигуры. Вспомните прошлые действия прошлогодней давности, два шага по повышению ставок, и оба этих, скажем, решения приводили к укреплению канадца больше, чем на 150-160 пунктов. Аналогичные движения, но не поведение канадца мы можем увидеть сегодня. Поскольку сегодня, ну, априори, нужно готовиться к резкому росту, но, снова повторюсь, друзья, то, что несмотря на присутствующую вероятность и обозначенную всеми, если взять 50 аналитиков, а 45 сказали, что ставку повысит. Я все-таки считаю, что даже если ставку повысит, моя позиция, что ее оставят на неизменном уровне. Но даже если ее и повысит, это вряд ли приведет к резкому и вообще росту канадца. Может быть, даже лучше будет поиграть от обратно. И с чем я связываю это решение? Полагаю, то, что, собственно, еще большее укрепление канадской валюты будет создавать риски для еще большего снижения инфляции. И Банк Канады прекрасно понимает то, что решение по изменению политики провоцирует крайнюю форму волатильности, потому что рынок весьма чувствительен к изменениям подобного рода. И будем надеяться, что прагматизм будет освойственен, в том числе и им. А, соответственно, сегодня мы можем получить решение о росте процентных ставок, но все равно волатильность будет сдержана. И если и пойдет серьезное движение, то, думаю, что не на укрепление канадского доллара, а на его ослабление. То есть я рассчитываю увидеть рост пары доллар-канадец с текущих вот значений 1,24 с небольшим, может быть, до уровня 1,25-50 или повыше. Соглашусь, что весьма, скажем, такое самоуверенное заявление, но все-таки считают, что Банк Канады может также в ходе и пресс-конференции дать понять, что решение, однократное в этом году по росту процентных ставок, не выстилает ковровую дорогу для таких же изменений в будущем. И, к примеру, если ставку сегодня повысит, уверен, что, если будут серьезные движения, Банк Канады попробует успокоить рынок заявлениями о том, что следующее решение будет не скоро, потому что теперь для канадского регулятора важно посмотреть, как рынок адаптируется к этим изменениям. И еще пару слов хотел сказать про рынок криптовалюты, хотя для тех, кто интересуется этой средой, я думаю, что вы и так уже смогли вычислить из рынка все новости, которые только на нем были. Но если что-то было упущено, может быть, кто-то из праздного интереса поглядывает за тем, что на этой секции, скажем, финансовых рынков происходит, хочу отметить то, что существенные распродажи, в целом, можно сказать, то, что капитализация всего рынка фактически похудела на 50%, биткоин сейчас находится на грани 10 тысяч долларов, это вообще психологическая переломная планка, которая при пробои может открыть дорогу для еще более глубокой коррекции. Прочие криптоинструменты, кто-то говорит, что реагирует на поведение биткоина, то есть коррекция родоначальника всей индустрии провоцирует также ослабление и альтур. Это правильная позиция, но я думаю, то, что все-таки речь идет об одной главной причине серьезных распродаж, и эта причина связана с тем, что регуляторы отдельных правительств, в данном случае мы сейчас обращаем внимание на азиатские регионы, на Народный банк Китая, продолжают активно закручивать гайки по пути, скажем, или в отношении более жесткого контроля торговли криптовалютами. И в данном случае мы помним, что в середине прошлого года Народный банк Китая уже запретил деятельности бирж на территории Китая, запретил проведение всех операций ICO, которые были направлены на привлечение доп. капитала через биткоины, эфиры и так далее. Сейчас, скажем, вот эти ограничения начинают охватывать все новые и новые сферы, но все-таки касающиеся крипторынка. А судя по последним постановлениям Народного банка Китая, все федеральные и региональные органы власти должны рассмотреть возможности, либо уже приступить, это, кстати, еще уточняется, друзья, точно не знаю, не буду врать, но судя по реакции, возможно, даже уже фактически принято решение, рассмотреть возможности блокирования, скажем, зарубежных сайтов, которые доступны на территории Китая, сайтов, которые и мобильных приложений, почему тоже, позволяющих осуществлять такую централизованную торговлю на рынке криптоинструментом, вроде бы как не имея отношения и к юрисдикции. Также ограничения будут распространяться еще и на те сервисы, которые поддерживают кошельки, хранение, собственно, этих криптоактивов. Ограничения будут касаться и майнинга, в общем, он вообще может быть запрещен от Китая из-за катастрофических показателей энергопотребления. Может быть, и на это также трейдеры среагировали, но учитывая то, что Китай — это 80% всех майнинговых мощностей, тут действительно пазл складывается и становится понятно, почему такая внезапно ужесточенная позиция со стороны Китая привела снова к таким же серьезным просадкам, как это было в середине прошлого года. Если по стопам Народного банка Китая пойдут в регуляции Южной Кореи, то, соответственно, распродажи будут продолжены, друзья. Если сейчас вы все-таки считаете, что рынок достиг локального дна после распродаж и текущий уровень кажется вам крайне привлекательным для занятий с ново-толгосрочных позиций, я все-таки советую не торопиться, потому что думаю, что дома еще не достигли. И пока новостная картина на рынке не изменится, когда мы поймем то, что сам рынок успокоился, до этих пор лучше сейчас какую-то дополнительную торговую активность не предпринимать. Если вы относитесь к категории трейдеров, которые покупают и, собственно, ждут, пока актив вырос, это даже не обязательно спекулятивные сделки, а инструменты, которые приобретаются на биржах, то есть это ваш актив, который будет находиться в вашем вене до тех пор, пока вообще существует, ну или до тех пор, пока вы его не продадите. Сейчас, конечно же, лучше просто немного отдалиться от того, что происходит на крипторынке и вернуться к нему спустя некоторое время. Может быть, стоит перекурить недельку. Уверен то, что за, ну даже до конца этой недели все-таки ситуация уже изменится и новостной фонд станет более прозрачным и ясным. Вот с ним мы как раз впоследствии и поработаем, посмотрим, как торговать дальше. Из важных событий сегодня, еще раз повторяюсь, в 13.00 мы ждем с вами данные по инфляции в еврозоне и ждем, что этот отчет окажет давление на евро. И в 18.00 ждем ставку Банка Канады и ждем серьезного роста пары доллар-канадец. И продолжаем также ориентироваться на снижение котировок нефти. Друзья, большое всем спасибо за внимание. Всего доброго, удачной вам торговой осессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.